Помолимся, братья, перед занятиями во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос, воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, И сущим в огробе живот даровав. Христос, воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, И сущим в огробе живот даровав. Христос, воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, И сущим в огробе живот даровав. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты сказал причистыми устами Твоими, что без Тебя мы не можем делать ничего. Веруем в Твои слова, Господи, и молим Тебя. Помози нам все дело. Благослови наши, Господи, занятия, а Тебе самому совершить. Не дай нам, Господи, укрыться ни вправо, ни влево от истинного понимания слов священного Твоего Писания. Помоги нам, Господи, уразуметь Твое слово. Отверзи уши и очи нашего сердца, чтобы мы услышали Твои слова и исполнили их, и прославили всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Мир всем! Сегодня у нас 12 мая 2024 года. Мы продолжаем наше занятие по пособию Евангелия от Марка. Сегодня у нас мы начнем говорить, значит, это 14 глава от Марка, 54 стих захватим, и пойдем с 66 стиха по 72. Вот. Но по традиции я хочу, чтобы мы вспомнили, о чем говорили на прошлом занятии. Это две недели назад. Давайте. Сейчас я сделаю демонстрацию. Вот. И мы прочитаем, чтобы вспомнить, и потом уже будем переходить уже непосредственно к нашей теме сегодняшней. Начать демонстрацию. Так, значит, вот этот текст на прошлом занятии. Евангелие от Марка, 14 глава, 53 стих, потом с 55 по 65. Внимание! И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященниковы. И сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии были, не были, достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили. Мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал, я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему про реки. И слуги били его по ланитам. Ланит – это щеки. Это церковнославянское слово. Ну и непосредственно давайте перейдем к нашему сегодняшнему заданию. Месту, то есть. И начнем прямо с толкования. А, так. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника. И, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала, «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав, «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут, «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться, не знаю человека сего, о котором говорите. Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Толкование блаженного феофилакта. Покаяние и слезы опять возвратили Петра ко Христу. «Петухи обыкновенно в один раз делают по несколько возгласов, потом засыпают, а после некоторого времени снова начинают пение. Но да постыдятся новоциане, не приемлющие согрешивших после крещения». Вот новоциане были такие, они не принимали согрешивших после крещения. Говорит, да посрамятся они, постыдятся. «Новоциане, не приемлющие согрешивших после крещения, покаяния и причащения святых тайн». Вот Петр, отрекшийся уже после причащения, при чистого тела и крови, снова был принят в апостольский лик. «Ибо падения святых для того и описываются, чтобы мы, когда по невнимательности своей падаем, взирали, например, их, и спешили бы покаянием исправиться». Наподобие не говорю, что прямо в эту конкретную тему, но я хочу привести слова апостола Павла, который говорит, «Все это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы, как они были похотливы на злое». Ну, там как бы апостол Павел призывает, чтобы мы не подражали грехам наших предков, так скажем, да, праотцов по вере. Вот. А здесь, наоборот, апостол Павел говорит, чтобы мы брали хороший пример с апостола. Когда он совершил такое великое падение, он набрался мужества и с дерзновением принёс покаяние. Вот. Вот такой у нас сегодня кусочек, такое толкование. И давайте тогда обратимся уже непосредственно к пособию. Так, сейчас я открою, чтобы передо мной был чат. Так, хорошо. Итак, переходим. Я хотел, кстати, сказать, что вот здесь вот в пособии приводится стих 54. Видите? Ну, имеется в виду в названии. А когда читаем пособие, тут нету 54 стиха, и поэтому я его хочу сейчас прочитать и прочитать толкование. Какой же этот 54 стих, 14 главы от Марка? Слушаем. Пётр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященниковы, и сидел со служителями и грелся у огня. Ну и давайте прочитаем толкование. Так. Толкование. Выберу такое толкование, чтобы было всем, как говорится, это приемлемо. А то кто-то принимает такое толкование. Блаженный Феофилакт. Он пишет на этот стих. «Впрочем, Пётр, являя теплейшую любовь к учителю, следовал за Христом». А что говорит Феофил? А, ну тут большое. Ну всё, вот такое крутенькое возьмём. «Пётр, являя теплейшую любовь к учителю, следовал за Христом». Как ни крути, он любил учителя. Да, он оступился, но он искренне любил. Но и оступился по неблагоразумию, по, может быть, какому-то, как сказать-то, ну слишком на себя понадеялся. Забыл о том, что мы только живём Господом. Эту мысль, как-то она у него вылетела, похоже, из головы. И он такой опрометчивый поступок сделал, и Господь ему через этот поступок показал его ошибку. Ну и, соответственно, Пётр принёс глубокое искреннее покаяние. Они говорят, что, ну, по крайней мере, в предании, в житии его описано, что когда в течение всей жизни Пётр слушал утром пение петуха, то он горько плакал. И говорят, что у него возле глаз такие, как бы, были бороздки от слёз. Ну, понятно, что это, скорее всего, не так, но, тем не менее, это есть такое предание, что он очень сильно сокрушался и вспоминал этот грех. Так, ну что же, по толкованию кто-то что-то хочет сказать? Которое я прочитал у Февсилакта. Так, ну давайте тогда... Я сейчас посмотрю, бывает, что кто-то микрофоны включает, а я тороплюсь и быстренько ухожу. Да, вот Елена Бителева, сестра, что-то хотите сказать? Не слышно вас. Я не выключаю. Я выключил, сестра, всё хорошо. Так, ну всё. Время терять не будем, тема большая сегодня у нас. Итак, что нам говорит пособие. Когда Пётр отрёкся в третий раз, Господь, находившийся внутри здания, через окно или открытую дверь взглянул на Петра. Какой взгляд восклицает пособие? Какой взгляд? То есть, смотрите, Пётр отрекается в третий раз, поворачивает голову, как бы, да, ну, он чувствует на себе взгляд, чей-то взгляд. И вот Феофилак говорит, что предполагает, что Господь, находившийся внутри здания, может быть, это через окно, или, может быть, через открытую дверь, в этот момент взглянул на Петра. И можно представить, какой был взгляд у Господа. То есть, полный скорби. О ком? О своём ученике, о самом дорогом, одним из приближённых его учеников. Пособие нам здесь даёт вспомнить, давайте прочитаем от Матфея, 26 глава, 58 стих. Матфея, 26 глава, 58 стих. «А Пётр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». И дальше, с 63 по 75 стихи. Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует». На что ещё нам, свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство Его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прайки нам, Христос, кто ударил тебя?» Пётр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом галилеянином». Но он отрёкся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назореем». И он опять отрёкся, склятывая, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал кляться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Пётр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от меня». И выйдя вон, плакал горько. Да, и у нас тут ещё есть один отрывок. Это от Луки, 22 глава, с 54 по 62 стих. Давайте ещё зачитаем. Просто интересно, да, один говорит, «Прежде, нежели…» Евангелист один говорит, «Прежде, нежели дважды отречёшься от меня». «Ой, дважды пропоёт петух, трижды от меня отречёшься». А здесь вот у Матфея видим, что он всё-таки петух трижды пропел. Так интересно. А давайте сейчас прочитаем Луку, 22 глава, с 54 по 62 стих. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Пётр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Пётр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала, и этот был с ним. Но он отрёкся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, «И ты из них». Но Пётр сказал этому человеку, «Нет, прошло час времени, ещё некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Пётр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда ещё говорил, он запел петух, тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Пётр вспомнил слово Господа. Как он сказал ему прежде, нежели пропоёт петух, «Отречёшься от меня трижды». И выйдя вон, горько заплакал. А тут вообще, смотрите, Лука говорит, что петух пропоёт только один раз. У Матфея два раза, а у Марка три раза. Вот такое это имеется в виду. А, тут ещё у Иоанна, давайте, пособие предлагают отрывок из Иоанна. Оно уже найдено. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Вот. И говорит, Пётр не сразу пал, но ещё раньше стоял на наклонной плоскости. То есть, смотрите, то есть, Пётр, он не твёрдо стоял на ногах, и поэтому ему было нетрудно упасть, как бы вот подразумевается. Я так понимаю. Это нам даёт понять пособие. Ну и, соответственно, притча 16 глава, 18 стих. Скиньте кто-нибудь, братья, этот стих. И от Марка, 14 глава, с 37 по 40 стих. Вот эти два этих отрывочка скиньте, пожалуйста. То есть, смотрите, Пётр следует издали. Говорит нам 54 стих. То, что Пётр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященниковы и сидел со служителями и грелся у огня. И грелся у огня. Да, сестра, благодарю. Значит, погибели предшествует гордость и падению надменность. Это у нас притча 16 глава, 18 стих. Ну, видимо, какая-то гордость, она присутствовала. И Марка, 14 глава, с 37 по 40. Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них аж тяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Для чего приводит вопрос? Почему приводит нам пособие вот этот отрывок, который мы сейчас зачитали? Да даже не один отрывок, а вот эти два. То есть, притчи 16 глава, 18 стих. Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Не значит ли это то, что Петр, прежде чем совершить такое падение, да, впал в гордость? Может это быть или нет? И вот смотрите, 14 стих. От Марка 14, до 37 по 40. Тоже ведь не зря сказано, не зря пособие привело то, что Господь им сказал, вы не спите, а я побудьте здесь, я пойду помолюсь. Он помолился, приходит, и он находит их спящими. То есть, они, получается, ослушались Господа, и он дважды это сделал, или даже трижды. Ну, первого. Можно сказать? Да, брат, конечно. Ну, не то, чтобы Петр впал в гордость, а гордость это естественное состояние падшего человечества, любого человека, то есть, в котором он и находится. Ну, от этого, соответственно, просто Петр, так как он говорил, первый, да, он был скор, и на слово, и на дело, то он и говорил, если, говорит, все отрекутся, я не отрекусь от тебя. Гордость это, то есть, состояние плоти обычное. Все в этом мире не духовное движется гордостью. Если гордости нет, он просто как труп ходячий. Уже ничего и нет. То есть, это я имею в виду, когда нету, то есть, в плотском состоянии, то есть, до просвещения Духом Святым, да, когда человек уже отдает себя Христу. До схождения Духа Святого на апостола Петра и всех остальных апостолов, естественно, они пребывали в гордости и неминуемо не могли они не оставить Христа. потому что гордость это дела плоти все равно соответственно все, что угрожает плоти человек отрекается в итоге. То есть, вот, 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 вот чего стоит вот эта земная гордость, земной патриотизм и мы видим в итоге как вот воины, да, такие большие, великие, там, ну, или действительно смелые, но когда они попадают в плен, они становятся кроткие, как агнцы, да, и как бы и говорят все, что им скажут, потому что, видите, за этим за этим стоит только гордость и больше ничего, нету духовного начала, когда человек может терпеть невыносимые пытки в превышающие человеческие возможности. И вот здесь это апостол, ой, здесь и Христос на это и указал и апостолу Петру и это и проявилось, соответственно, когда взяли Христа. Да, еще блаженный Херфилак пишет, что Петр напуган был, он испугался. Да, и нужно быть, как бы, отдать должное, что мы говорим, все, Петр, Петр отрекся, а мы в другом-то месте, евангелист говорит, что они все от него отреклись, по сути, все апостолы, но поскольку Петр, он был первый среди равных, то поэтому, как бы, и с него и спрос идет больше. Брат Антоний этот микрофон включал, пожалуйста. Да, хотел добавить тоже про надменность, вот, какое вот все-таки гордость и маловерие, вот, надменность, так сказать, пробуждают, ведь все-таки, когда Христос был с учениками, и какой был Петр ревностный меч, там, выхватывал, да, старался показать этот Христу, какой он ревностный, да, я там никогда, там, вот такие слова звучали, как только стоило Христа арестовать, вот, и Петр, по сути, с учениками, ну, остались один на один с иудеями, и надо было действительно им показывать веру свою, каждому, личную, то здесь уже, как бы, этот страх на него напал, потому что учителя нету с ними рядом, более того, это хорошо, когда они его защищают, когда они видят, что он исцеляет, какую силу он имеет, а здесь, когда они увидели, что Христа арестовали, что, ну, Петр, я имею в виду, что его бьют, там, все, он видит его в немощи, Господа, и все, и он сразу потерялся, и вся надменность, и вся эта спесь его слетела, и привела к тому, что три раза он отречется, спаси Христос. Да, это вот как раз тот момент, о котором говорил брат Вячеслав, то есть, когда вот они руководствуются гордостью, вроде такие смелые, я сейчас не про Петра говорю, а вообще, про людей мира сего, они такие все смелые, гордостью, а потом, когда они, их захватывают в плен, то и вся вот эта вот спесь, весь эта какая-то смелость, она пропадает, то есть, это я к чему говорю, если сравнить тех же апостолов, уже по, после получения Святого Духа, и вообще, посмотреть на историю церкви, на мучеников, когда они попадали в плен к этим, к врагам, к гонителям церкви, к гонителям Христа, то они нисколько не колебались, они были смелые, как львы, и вопрос у меня в связи с этим такой ко всем, то есть, если грешники, у них, как бы, они движены, так скажем, гордостью, и для человека мира сего, это как бы, и даже не предусудительно, вот, то чем должен быть движен, последователь Христа, вопрос у меня, какой силой, если не гордостью, то какой силой? Божьей благодатью, потому что, до этого присутствия благодати, у них, человеческий фактор срабатывал, самосохранение все, опасности, страсти, а потом еще, наверное, ожили слова Христа, что не бойтесь убивающих тела, души же не могут уж ее убить, вот, скорее всего, наверное, так это все двигало их, что у них была живая, реальность того, что там что-то их ждет, за этой жизнью, то есть реальная жизнь, настоящая, ну, я так думаю. Нет, это принято, да, благодарю, а более точнее, чем они должны быть движены, так скажем, покороче, если сказать, да, благодатью, само собой, конечно. Верой. Верой. Еще варианты? Духом Святым. Духом Святым, да, они должны быть движены, и Духом Святым. Именно. Вот. Это как раз вот верующий, он всегда движен, не гордостью, а Духом Святым. А Господь говорит, научитесь от меня, ибо я кроток есмь, и смирен сердцем, и обречите покой душам вашим. И у Исаии Господь говорит, через Исаию говорит, на кого я возрю, только на кроткого, и смиренного, и трепещущего в слове с моих. То есть, никак не гордостью, потому что гордость, она мы видим на примерах, и вот на примере апостола Петра, других апостолов, и людей мира сего, мы видим, что в последний момент это твоя сила, гордость, да, так называемая, условно ее назовем, она тебя покидает, и ты в итоге понимаешь, что ты был глубоко, ты глубоко заблуждался, что опирался на эту гордость, некую свою, на эту силу, так скажем, если можно ее назвать силу, хотя это не сила, а слабость, конечно же, в полном смысле этого слова. Так, наконец, он оказывается в таком обществе, кто он? Ну, тут говорится про Петра, это мы по пособию идем дальше. Наконец, Петр оказывается в таком обществе, где ему, как ученику Христа, не место. Видите, он на самом деле, он ученик, но находится среди такого общества, он как белая ворона там, среди них, хотя еще не крепко стоит на ногах. Потому что есть еще место, как бы, ветхого человека в нем преобладает, он Духа Святого еще не имеет. Потому что опрометчиво понадеялся на свои силы, вот здесь пособие дает нам стих Писания, Псалом 1, стих 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. А он пришел в это общество. Волей или неволей, он оказался среди этого общества. И поэтому он там, как бельмо на глазу, он у всех на глазах, и люди говорят, а он чувствует это, что он... Поэтому он отпирается и говорит, нет, нет, я не знаю этого человека. Он отрекается, он понимает, что ему никак не спрятаться. Его и речь его обличает. Речь не как у всех. Наверняка там у них там у всех какие-то, может быть, матерки какие-то. Ну, как вот можно выразиться. А Петр, понятно, что этим ничем не страдал. Он выделялся. И вот он там находился. И вот пособие нас спрашивает, смотрите, давайте и этот вопрос постараемся на него ответить. Что говорит, что, о чем спрашивают нас пособия? Не знакома ли эта кривая в кавычках и многим из нас? Кто как может ответить? О чем все за кривая? О чем здесь речь? может быть, это ситуация, в которую попадали многие из нас, когда приходилось отвлекаться от внутреннего убеждения, немощи своей, как бы такой, внутреннего, неимения стержня в себе? У меня такое определение. Брат, возвращаться к прежним грехам, брат. Вот такая кривая, ты идешь, вроде, а потом раз вернулся к грехам, ну, к прежним. И опять, не знакома ли эта кривая и многим из нас? Как один святой говорил, что, говорит, когда я заблуждался, дух святой от меня отходил? Да, благодарю. И тут, смотрите, тут же пособие объясняет еще. Что говорит? Сейчас. В момент приближения и искушения Петр не был не открыто и решительно за. Вот что важно. То есть, когда искушение приближалось, Петр не был не открыто и решительно за. И в то же время не решительно против Христа. То есть, он как бы не там и не сям, у него колебания какие-то были. Он не твердо еще, так скажем, если можно так выразиться, в духовном смысле не твердо стоял на ногах. Он надеялся остаться в среднем нейтральном положении, но это ему не удалось. А это, мне кажется, а можно вообще в среднем и нейтральном положении остаться? Кто как думает? Большей части все так люди живут, которые вне веры, которые не имеют такого твердого убеждения, что надо следовать за Христом, то это большей частью это все в нейтральном положении. Я как бы и не туда, я не против и не за. Я в среднем положении. Это самая удобная позиция. Больше народа. Вот у меня и в личной жизни, тут в семье тоже так. Вот вроде есть, а на самом деле никто двигаться не будет. Но у меня такое определение. Можно добавить? Можно добавить? Да, пожалуйста. Вот когда я был неверующий, я наоборот, я считал, что я должен попасть в рай. Вот так было. Ну то есть я середину не выбирал. Когда я должен попасть в рай, вот так. Когда уверовал, я понял, что я ничто и что я могу попасть совсем в другое место. Ну то есть там колебания неуместны, да? Там надо уже точно определиться с кем-то. Либо с этими, либо с другими. И уже идти твердо по этому пути. Да, конечно. Как написано, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, говорит апостол Иаков. Там брат Николай, покажется, Георгиевич хотел слово сказать. Пожалуйста. По поводу вот этого нейтрального положения. Нейтральное положение, как брат Александр сказал, это тогда, когда тебя не спрашивают. Ты ни туда, ни сюда молчишь, думаешь, а куда кривая выведет. А вот когда на суде тебя будут конкретно ставиться вопрос, ты за или против, здесь уже нейтральное положение уже ну, ну, никак не получится. Спрашивающий из тебя будет видеть ответ твой или за или против. Это можно даже узнать из истории, тогда, когда ставили человека перед расстрелом и говорили, так, ты веришь Бога? Верю. Стреляет. Или отрекается. Здесь нейтрального не было положения, но никак. И еще хотелось бы сказать о суде конкретно, что вот мне приходит такое на мысль. Суд это был обвинительный, осуждающий. Там не было защитников никаких со стороны. Возможно, возможно, и Петр думал, что может быть он будет там и полезен, что может быть он может что сказать в защиту, может быть. Это мои предположения. Но тогда, когда стал вопрос конкретно, ты с ним был или нет, здесь уже человеческая как-то вот она вверх. Вот. И дальше суд обвинительный, осуждающий. Священник, первый священник не мог найти обвинения никакие и задает прямой вопрос, который говорит о истине. Здесь уже священник о истине. Ты или Христос с Богом говорит я. И он это свидетельство не принимает. Почему? Потому что заранее у него была мысль у них обвинить и казнить. Ну вот такие вот соображения спащих Христос. Да, заранее обвинить и казнить, но мы видим на примере Пилата, что он испугался. Он испугался в этот момент. Да, по инерции он все равно конечно его Господа предал на казнь, но тем не менее слова Господа подействовали на его душу. Очень серьезно. Брата, можно еще тоже добавить? Да, конечно, брат, пожалуйста. Про срединное это положение вспоминается притча о богатом юноше, который ко Христу подходил, который все имел и хотел все это богатство удержать у себя и просил у Господа только вот одного дай мне что-нибудь какой-то заповедь, чтобы мне Царствие Небесное достигнуть и останусь при своем богатстве буду там что-то исполнять и богатый буду и тут что-то такое буду исполнять и когда Господь его призвал он не смог отречься от этого богатства. Вот тут вопрос просто такой внизу будет чего ему не хватало про Петра так вот вспоминая этого юношу и вспоминая тех кто хочет быть в этом серединном положении так чего не хватает а не хватает места для того чтобы принять себя Господа а для того чтобы принять себя Господа и веру обрести надо освободиться от этой надменности от этой горделивости иногда даже вот этой псевдоправедности что мы можем чего-то достичь без Господа без веры вот чего не хватает и невозможно постичь Господа и принять его находясь в таком теплом состоянии либо вера есть либо ее нет да мне понравилось твое замечание брат и вот по поводу что касается конкретно апостола Петра ему действительно не хватало не то что он был гор какой-то да что он был может быть не твердо на ногах стоял духовных и так далее нет речь не об этом а Петру как раз не хватило того что ему не нужно было говорить что хотя бы и все отрекутся я от тебя никогда не отрекусь вот я думаю корень того корень падения Петра заключается заключался именно вот в этом потому что мы понимаем что дух то святой еще не сошел они все были еще ветхими можно сказать людьми потому что человек духовным становится тогда когда получает через таинство мира помазания таинство коррещенства святого духа этого еще не было да Господь был с ними конечно благодать там она изобильна была среди апостолов но вот ошибка Петра на мой взгляд на мой взгляд была именно вот в этом как бы самое надеяние что все бы отреклись а я от тебя Господь никогда не отрекусь это было на мой взгляд корнем падения апостола Петра если мы говорим конкретно про апостола а все то что братья сказали да это так и есть конечно же и вот тут же задает так в момент приближения искушения Петр не был не открыто и решительно за не решительно против Христа он Петр надеялся остаться в среднем нейтральном положении но это ему не удалось и вот когда задает пособие этот вопрос вот чего ему не хватало к чему ему не хватало вот именно ему не нужно было бежать вперед по паровозу а нужно было сказать Господи я на себя не надеюсь потому что если ты от нас отступишь они же еще и писание уже знали поражу пастыря и рассеются овцы стада это в Ветхом Завете иудеи знали эти слова ему нужно было на память эти слова привести и сказать Господи я тебя если ты оставишь ни один человек не устоит как в этом в 103-м псалме сказано что отвершу тебе руку всяческая возрадуется отверщу тебе руку когда ты руку открываешь так скажем отверзаешь свою руку то все насыщаются благами а когда ты только спрячешь свою десницу помощь твою все задыхаются и в персть свою возвращаются в персть то есть в землю вот это а Петр должен был твердо и у себя в голове держать и так ему нужно было ответить Господу и Господь бы как человека любится он бы его сохранил и за эту мудрость еще за эту мудрость он бы его еще ну и соответственно наградил я думаю вот чему чего ему не хватало там кто-то сказать хотел что-то Александр я просто думаю вот такой момент у меня что вот сам пример Петра он сколько людей назидается на этом что не надейся на себя не надейся ты будешь надеяться обязательно упадешь а тем более ты горделивый ты говоришь что вот я я-то устаю вот это дает немножко тормоза человеку включается ум нет если Господь позволит то я устаю вот я думаю так но тут же еще есть другая сторона многие могут сказать вот нам только это и надо мы не надеемся мы не хотим ничего делать потому что мы не устоим тут еще нужно дерзновение в богинах быть потому что вера без дел мертва это тоже надо в голове держать ну да дерзновение без этого никак конечно если вы хотите прославиться со Христом то вы должны идти на голгофу с ним это же уже как бы всем ясно это поэтому если хотите прославиться значит и пострадать должны с радостью за Христа да и если ты не готов это сделать то тебе тоже это не поможет в твоем спасении да ты можешь ни от кого не отрекаться не заявлять такие глаголы да говорить что вот ну не подражать Петру что если бы все отреклись яне от тебя не отрекут если даже ты промолчишь но если ты будешь бездеятелен это тоже тебе никакого спасения не принесет а ну мы-то должны думать о чем о спасении о будущем чтобы быть достойны достойными жертвы христовой которые омывают нас омывают наши грехи что ему не хватало спрашивает пособие и на этот вопрос тут такое приводит отрывок из откровения 3 глава с 15 по 16 стихи это уже касается мне кажется не только его а вообще каждого знаю твои дела ты не холоден не горяч о если бы ты был холоден или горяч но так но как ты тепл а не горяч не холоден то извергну тебя из уст моих на мой взгляд это не относится к Петру на мой взгляд вы можете брать и меня поправить это мое личное потому что мы читая Евангелие мы видим какой он был горячий апостол Петр он же вообще из огня и в полымя бросался и в воду и чуть ли не в огонь и меч он доставал когда пришли брать с Иудой эти воины Христа брать он тут же меч застал и отсек имя ой ухо малху рабу первосвященникова вот а нас то как раз это и касается то есть в этом плане мы должны быть либо холодны и либо и либо горячие и вот у меня вопрос что значит быть холодным или горячим это ко всем пожалуйста у кого какие есть версии кто читал толкование кто может слышал как братья говорят как это толкуется что значит быть холодным или горячим тебе нужно быть только холодным или горячим но никак не теплым горячие это ревностность наверное холодность это такая еще как бы первая ступенечка к подъему к Богу такое тепло прохладность это вообще никакая никакое вообще это ни туда ни сюда то есть из этого состояния лучше перейти в горячее с холодного чем теплого который привык человек в теплом ему и вроде как и все и нормально вот такое у меня определение есть у кого еще варианты а мне вот нужно да давайте сестра конечно я вот думаю горячий это вот первая любовь о которой говорит Христос вот это первая любовь ко Христу когда человек вот ну горит вот это вот состояние горячее и очень много теряют вот эту первую любовь а холодный ну он наверное есть холодный так благодарю и брат Александра и сестру любовь благодарю но ответа тогда ответ конкретно поставлю и задам такой вопрос что значит холодный да пожалуйста брат Николай а холодный это значит когда ты у тебя страх наказание то есть тепло это горячее это когда ты по любви исполняешь а холодный когда ты из страха попасть в гиену огненную то есть страх божий имеешь и вот исполняешь из страха да то есть это ревность как вот сказал брат Александр Пупков новоначального да такая ты же когда ты только только обращаешься ко Христу у тебя есть ревность но ревность какая я вот по себе вспоминаю когда я вот во Христа уверовал у меня была среди моих вещей такая брошюрка не брошюрка даже а листочек такой как как она называется ну листочек такой и там написано покайся ибо если не покаешься погибнешь там за тебя умер Хрисос то есть у меня был именно страх и он меня подвиг как он подвиг я нашел там где я находился в тот момент я нашел где там храм находится и каждое утро я умудрялся я еще учился и мне непонятно я даже в будни ходил в храм на литургию и на вечернюю службу я ходил и стал с головой ушел чтобы разобраться в богослужении потому что ты пришел и ничего не понимаешь первым делом у меня была мысль такая что надо разобраться это же доступно все где я стал литературу в той же лавке в храме в храмовской лавке нашел и стал прям переписывать конспектировать и разобрался понимал что что значит утренние часы все это мне было интересно это да то есть я был движен в этом плане страховыми именно я был холоден в этом смысле вот как брат Николай сейчас сказал а потом уже да потом ты уже должен быть горячим по любви вспомним ролик Игнать Тихонович постоянно его упоминает частенько 52 года в пути и 52 года я только-только обратился Игнать Тихонович 52 года а как он там он приходит на то место где ему дали Евангелие он не может удержать слезы свои вот это именно называется на мой взгляд как я понимаю это я думаю что это называется быть горячим но и то и то оно это конечно же это надо бояться состояния теплохладности потому что теплохладность что говорит но так как ты не холоден и не горяч то извергну тебя из уст моих церковнославянском языке написано из блю то есть это блевотина то есть сравнивается когда ты теплый то есть ни там ни с теми и ни с другими то есть и не с грешниками и не с праведниками то ты подобен просто блевотине а мне кажется холодный это вообще неверующий не встретился со Христом но у него все впереди он может встретиться и быть горячим не а вот Христос же говорит ты не холоден и не горяч то есть это значит он не верующий вообще нет он говорит что ты теплохладный ну то есть не горячий и не холодный то есть и горячий и холодный а как бы одинаково спасительный нет ну я я мысль сестры Елены понял он она тут же Господь говорит о если бы ты был холоден то есть сестра говорит что если бы ты был холоден хотя бы ну допустим ты как говорится да в стане врагов еще находился и там у тебя были может быть грехи какие-то еще что-то ты бы увидел и ужаснулся и стал бы горячим вот у нее такая мысль интересно ну я раньше тоже так же думал но в толковании вот когда мы читаем на занятиях в толковании там написано вот как говорит как раз брат Николай Сироткин такое толкование дает Феофилак Болгарский а он мы знаем то и толкование строил на наследии всех святых а больше всего на трудах златоуста но так тоже можно понимать потому что потому что если ты бы был холоден то была бы надежда на твое исправление а ты тепел уже все ты не там ни сям надежды на твое исправление уже нет вот такая мысль у сестры Елены Бителевой можно я добавлю да пожалуйста брат вот есть священное писание есть слово Божье вот человек услышал слово и не понимает а да ладно не буду я разбираться не вникает это холодное состояние а когда человек услышал он не понимает он хочет разобраться ищет там источник ищет там источник у него горячее сердце у того холодное ему безразлично ему да а потом может и уйти от веры совершенно вот вот такое вот мое представление благодарю благодарю брат в каком положении мы задает вам на вопрос особия давайте я тут дочитаю и мы на основании этого уже с вами поговорим в каком положении мы Петр согрешил непреднамеренно ну так и есть непреднамеренно одно дело бы он преднамеренно вот допустим Иуда он преднамеренно согрешил а Петр нет искушение пришло неожиданно и с неожиданной стороны вот это мы всегда должны в памяти в голове держать чтобы никакой самонадеянности не было были осторожны и всегда находились в алармовом состоянии когда ходишь невнимательно можешь споткнуться и и о камешек с кем не бывало со многими бывало да идешь в темное время суток и об камешек споткнулся 1 Петра 5 глава 9 стих противостойте ему твердую веру и зная что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире он пал вследствие Петр вследствие своей бесхарактерности и нравственной трусости как это часто бывает как это вообще присуще ветхому человеку сидишь например в обществе с неверующими неожиданно предлагают вопрос требующий ответа и запутались Лука 12 глава 8 и 9 стихи скиньте братья этот стих а мы пока Тимофея 2 глава ой 2 послание 2 глава 12 стих если терпим то с ним и царствовать будем если отречемся и он отречется от нас и он отречется от нас нет это брат это не тот что ты мне скинул надо от Луки 12 глава с 8 по 9 стих а да скажу же вам всякого кто исповедует меня пред человеками и сын человеческий исповедует пред ангелы божиими вот это да благодарю брата Сергея вот откровение 3 3 глава 3 глава 8 стих знаю твои дела вот я отворил перед тобою дверь и никто не может затворить ее ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего вот как надо было поступать Петру ему нужно было осознать что он немного имеет силы а он что говорил я много имею силы то есть он не так сказал если и все отрекутся я от тебя не отрекусь вот ошибка была Петра на мой взгляд я ни в коем случае не претендую ни на что Галатам 1 глава 10 стих у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога людям ли угождать стараюсь если бы я и поныне угождал людям то не был бы рабом Христовым и вот здесь пособие говорит сравните раскаяние Каина тут не только можно Каина сравнить раскаяние но и Иуды тоже Бытие 4 глава с 13 по 14 стих скиньте братья эти стихи дальше сравните раскаяние фараона Иискот 10 глава 16 17 и 20 стихи дальше Матфея приводится здесь 27 глава с 3 по 5 стихи там наверное раскаяние Иуды наверное приведено потом сравните говорит раскаяние Давида это Псалом 50 и сравните раскаяние Петра то есть смотрите к чему мы приходим одного сознания вины и сожаления они еще недостаточно и здесь я благодарю братья что скинули давайте сразу зачитаем эти стихи и будем уже работать духа не угощайте Сергей Евтушенко пишет сестра Ирина Кондратюк пишет холодный значит равнодушный равнодушный такую версию дает страх божий и любовь бога Анатолий Семенов пишет вот Сергей Евтушенко приводит от Луки 12 глава 8 9 стих что я попросил они скинули сказываю же вам всякого кто исповедует меня пред человеками и сын человеческий исповедует пред ангелами божиими а кто отвергнется меня пред человеками тот отвержен будет пред ангелами божиими и тут Каин приводится покаяние раскаяние Каина смотрите какое у него раскаяние и сказал Каин Господу Богу наказание мое больше нежели снести можно вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле и всякий кто встретится со мной убьет меня фараон брат Антоний приводит раскаяние фараона фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему чтобы он только отвратил от меня сию смерть но Господь ожесточил сердце фараона и не отпустил сынов Израилевых фараон и он не отпустил сынов Израилевых сестра Девора приводит Михея 7 глава с 8 по 9 стихи не радуйся ради меня неприятельница моя хотя я упал но встану хотя я во мраке но Господь свет для меня гнев Господень я буду нести потому что согрешил пред ним доколе он не решит дело моего и не совершит суда надо мною тогда он выведет меня на свет и я увижу правду его вот здесь смотрите я вот этот вот стих сестра Девора приводит это как противопоставление покаянию фараона и Каина ну и Иуда тут вот Иуда тоже Сергей Евтушенко приводит тогда Иуда предавший его увидев что он осужден и раскаявшись возвратил 30 серебреников первосвященникам и старейшинам говоря согрешил я предав кровь предав кровь неповинную они же сказали ему что нам до того смотри сам и бросив сребреники в храме он вышел пошел и удавился и вот сестра Девора говорит вот пророк Михей говорит гнев Господе не обуду нести потому что согрешил но не потерял надежду на милость Божию вот на мой взгляд это ответ на мой вопрос я хотел как раз этот вопрос и задать в чем разница между раскаянием Каина Иуды фараона и раскаянием царя Давида Петра ну и других праведников взять даже того же монассию молитвой которого мы молимся на богослужение когда идет Великая Повечеря там одно покаяние то есть ключевое это то что человек готов он смиряется если это Каин говорит что вот ты сейчас как он говорит то и фараон Каин говорит вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле как бы он жалуется и всякий кто встретится со мной убьет меня а здесь он говорит вот хотя говорит я упал я встану хотя во мраке но Господь свет для меня то есть он не теряет упование на Господа а себя и говорит гнев Господень я буду нести то есть этот человек он готов нести гнев Божий это же прослеживается и в 50-м псалме я буду нести потому что согрешил пред ним я согрешил да коли он не решит дело моего и не совершит суда надо мной тогда он выведет меня на свет и я увижу правду то есть у него у этого человека есть надежда праведника тот кто оступился у Иуды надежды не было он отчаялся вот я хотел как бы к финалу мы пришли сегодняшнего нашего занятия разница между покаянием праведника да мы разбирались сегодня на примере Петра и покаянием Иуды например как пример да взять вот братья я всех благодарю смирение принятие от Господа наказание за грех смиренное принятие я всех благодарю у нас сейчас время Игнатия Тихоновича пожалуйста благодарю за слушание за участие задавайте вопросы готовьте вопросы вопросы можно задавать как по теме по сегодняшнему занятию так и соответственно по ну любые вообще вопросы ответы будете получать от Игнатия Тихоновича во свете Библии то есть не просто он будет а он говорить будет руководствуясь своим опытом и словом Божиим Игнатий Тихонович вы с нами? А Игнатия Тихоновича нет надо ему набрать сейчас я наберу Мир Вагнатий Тихонович время ваше ну пожалуйста да время вопросов и ответов я сейчас у меня вопрос тут по пройденному сегодня по пройденному да давайте по пройденному теме сейчас задам вопрос а потом предоставлю уже ну другим братьям тоже нашим сестрам вот Игнатий Тихонович мы сегодня проходили это покаяние Петра вот и там интересно так это во-первых один евангелист пишет что петух пропел один раз другой евангелист пишет два раза пропел петух третий евангелист пишет что петух пропел три раза это нам стоит исследовать или это на наше спасение не влияет и не надо про это вообще разговаривать и почему они разногласят между собой люди ищут разномыслия дескать ошибки такие есть обращают внимание это трехэтапное явление один описывает то что услышал другой услышал третий вот без сноваться встретили один или два один говорит один другой два то есть один подчеркивает сильного вот мы идем дорогой вы незнакомые совершенно встретились там три человека я с одним разговариваю а другие стоят а вы я сказал я сегодня встретил вот такого-то с кем беседовал о которой вы никого не знаете и говорите а нам встретилось три человека так три или один три но среди них один который близкий был так и здесь сколько раз пошло то было темно то на рассвете то Мария Магдалина бегала четыре раза и все стало на место во-первых никакой ни на что не влияет во-вторых это очень даже хорошо сказали петуха пропел человек вышел там или помни первое сказано второй второе третье это один и тот же петух три раза пел а сколько раз он пел три раза только один подметил первый раз он пропел а по другой второй раз прокурорекал через 20 минут вот и все мне кажется это говорит наоборот в пользу апостолов что они не сговариваясь начали писать евангелие да 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 просто один не списывали не на двойку да я в дневник сейчас уже меньше потому что здесь в интернете я ежедневно события дня пишу без пропуска ну примерно лет 70 я веду запись эти записи дневные я вел и в тюрьме и в больнице и везде мне есть что сказать обращаются люди когда это было у меня как график я знаю тогда-то тот-то приезжал были беседы о чем и какой результат вот сегодня мы были у тебя жко больных у ней талант был писать местописание крупно у нас на стенах везде Надежда Польгуева а у нее что-то неладно с головой там жидкость скапливалась уже два раза череп долбили мы с ней поговорили она так я попутно сказать как у нас узнала уже а то она ничего не узнавала она не понимала вот в исподнем белье в котором спала мужа нет дома она вышла по снегу пошла куда не знает а сегодня сидит улыбается и я все говорю она понимает так что тут надо доверяться Богу важное или не важное а искать противодействие одна говорит а сколько пара тех разномыслие-то в новом завете 150 тысяч вот так а у меня сколько ни одной нету это дар неба одна женщина мы ремонтировали библиотеку она говорит вот столько где-то известно а сейчас покажу там лев косиль безбожник она пошла искала и приходит нету нигде не могу найти ну и все на этом никто не докажет нигде в библии нет ни одной ни одного противоречия другому даже намека нет на это господь говорит я бодрствую над словом моим небо и земля приедут но ни одно слово иода ни одна черта не исчезнет я могу сказать сколько и кратко и сколько черточек дефисы сколько вообще в библии я специально занимался если новое издание будет я могу точно сказать сколько букву потеряли если у кого нету таблицы такой я могу дать это мои наработки все книги сколько в них букв сколько слов сколько предложений да зачем это нужно но тебе не нужно мне всегда это было нужно это математика это слово божие и потом я сравниваю с кораном я могу сказать сколько раз какое слово в коране встречается а что это дает это много дает панов который работал над этим везде на семерку делится семерка смысловое предложение но это по-еврейски только надо знать слагает и делится на семерку для ушей дорами фастольная есть сколько семь а для глаз красный оранжий желтый зеленый голубой синий пиолетовый семь на голове сколько отверстий два уши два на дюле два рота один сколько семь это случайно а то начинают миссионерские отделы господь послал учеников двенадцать по два по два избрал семьдесят и отправил по два моисей арон по два кирилл и мефодий по два вот все отделы ну да маленько смотреть что там делается слушаю игнать иконыч вот иногда полезно какие-то вещи у вас попереспрашивать пользу чтобы другие тоже получили напомните пожалуйста о том случае когда вы в поезде ехали на улице там женщина ягоды с дочкой собирали и они молились чтобы им господь дал евангелие а в это время какой-то хулиган к вам подошел из рук выбрал у вас взял евангелие выбросил и оно упало на молящуюся женщину которая просила чтобы ей с неба свалилась они вплотную клинику подбирали ягоды и сколько ходили нигде не могли достать новый завет и нам бог послал а там мое имя стоит я к примеру уже говорю и как это так в жизни все бывает даже никогда не подумаешь что так может быть я иногда получал приглашение где бы я бился бы и никогда туда не попал а люди ставят условия такой там диспут большой там академики профессора пока меня не прогласят на меня говорят но я выступаю академгородок новосибирский но кто бы сказал так авторитет библии я с тобой библия я не открываю только вот у меня библия которая дает ответ на все вопросы какие существуют а полный зал там кандидаты академики профессора один мужчина говорит а я не согласен я говорю а как это вы знаете не согласен вы дайте мне три вопроса любые если я на них отвечу согласно библии назову место вы поверьте что там написано вы попросите прощения у аудитории вопросов нет но мне три вопроса задает первый 2-3 места библии я открыл сказал на память а он в руках библию держит я после спросил откуда он говорит в баптистов ходит другой был трудный вопрос мне пришлось назвать места писания где-то около 30 мест писания кажется открыть это невероятно я называю место писания не открывают цитирую проверяй проверяю что такое означает Вавилон пал пал Вавилон я понимаю что это такое я подвожу к тому что это Москва которая будет сожжена в течение одного часа я докажу это любому и никто не опровергнет никогда ну и он я согласен простите я виноват был и пошел дальше не стал быть то ли ему неудобно было то ли все у меня очень много таких мест потому что я никогда не сидел на месте вот сейчас тут Ярош был его здесь включили а тут они на меня там клепают и Кавачев Владислав вышел там сказать что-то им они его сейчас грызут прямо ну сравнить которые от нас ушли люди и с нашим сообществом это небо и земля с ними даже с мусульманами легче беседовать на каждое слово кидаются у них ничего не разбирается только между собой сказать берет места писания а дальше нету нету разумения а у нас сейчас повсюду вот ведут занятия за занятием святых отцов каноны жития поминаются не зря говорили вот такое общество оно небольшое правда интернетное в интернете больше нету что православные так любили слово Божие вы смотрите вот Вячеслав считай отошел он очень и очень занят очень тем более он корректировку сейчас ведет помогает уже готовит пищать и четыре книги подготовил а за год сдал два курса семинарии работает там но начальство работает там документы новые они там строят где-то международный аэропорт в Казани терминал строит называется и в его все там люди и проще он говорит время не хватает меня все спрашивает а сколько я говорю у меня уходило на сон два с половиной часа я помаленьку делал а он сразу я говорю такой настрой жизненный а его начальник хотел из-за бороды выгнать а сейчас как он говорит сильно на меня надеется он знает что не подведет не обманет бороду уже все и забыли вот я попутно все это рассказываю я радуюсь когда вы тут видите занятия говорите я рядом где-то я сейчас только вернулся и опять уйду там ну нужно запирать а то с голубями вожусь у меня тут голубка одна сейчас покажу какая красивая да да очень даже породистая видно что у меня есть голуби были я выйду руку протяну они летят из голубяти и на руку садятся совсем ручные я ее в комнате держу потому что она силу потеряла как у ее голуби она одна самочка голубка а они прямо на нее верхом садятся ну ладно ладно сейчас отнесу афига не бойся ну посмотри пусть они посмотрят какая красавица какой у нее шильон какой я первый раз такого вижу голубя голуба разная главное приучил что кошки не трогают когда заперти клетку у меня в деревне голуби там где-то около 30 было ну примерно 20 осталось там всю жизнь держу голубей а пользы никакой от них нету а нравится и все у нас большие статьи были в газете губернской у злого человека голуби не живут я подтверждаю это птица которая курицы гуси нормально все как будто бы голубь нет он чувствует он убегает улетает вот такое дело ну давайте вопрос слушаю воскрес давай надежда вот было воскресенье сегодня да у нас рынок сельхозхозяйственный работает раз в неделю воскресенье могу я после службы церковной зайти купить молока яиц вот такой вопрос а почему вы не купили вчера а рынок этот ну которые ну как это свое у них свое сметана там творог работает только один раз в неделю воскресенье ну тогда купил купил чтобы не думать об этом а если магазины открыты то старайтесь сделать так чтобы в воскресенье не ходить и не платить вспомните ездру тех которые покупали в субботу он говорит отберут все товары и они перестали тогда ездить уже ждали когда суббота кончится но по другому нельзя ну купи с молитвой и все спаси Христос вас что там говорить о более немощной и в магазины нельзя ходить никуда в общем ничего ни продавать ни покупать я для тех чтобы все знали ну я вот для себя взял это правило с первого дня в воскресенье в магазины а я вообще в магазины не хожу а мясное какое я вообще его не ем у меня в доме нету мясного никогда поэтому мне так легко вот мне 10 июня будет 85 вот посмотри пояс какой метр 72 было сейчас метр 68 64 килограмма норма сегодня с ним разговаривал пришел знакомый близкий такой то и стоит у него так бугром пузырем но он сказал какой рост какой вес я ему сказал сразу 37 килограмм лишнего веса сброси это и жена стоит там юбка разрезана за шею девочка на качелях на 4 качеля здесь сделано в ограде храма ну а тут вот дом я рядом мы рядом тут между нами и она говорит и плачет стоит я пришел что плачет за нас сделала где за носку не может показать где а теперь я говорю теперь садитесь теперь они качаются она смеется платье только раздувается как парус вот она плачет стоит сколько время ну что ж вы такие это качели рядом ну брати внимание вот я сейчас выставляю интересный такой материал клещ у меня бог левый бог и он вот тут ну я видимо во сне то его изудиться я его он оторвался и головка осталась там внутри можно Екатерина написала стихотворение братья поют а отдельно так вот вот Елена тоже слова произносит и говорят ее пение понравилось лучше я ей сейчас скинул что братья говорят ну кто-то говорит там усатая Наталья она говорит надо искать я говорю три кандидатуры Калиников Виталий Виктор Славченко и Владислав Кавачев они очень хорошо так работают вот обратись к ним они слова твои все-таки выстоят картинки чтобы буквы шли внизу это можно давайте еще что Игнат Тихонович вопрос задает тоже это ну такой по житию бытию спрашивает Руслан мир вам вот я в 4.40 иногда тяжело вставать мне когда все болит тело от физической работы бывают ноги болят руки не поднимаются и он спрашивает можно в операционном столе ни больной ни в тюрьме ни в лагере нигде никогда и я живой Павел говорит подражайте мне как я Христу и смотрите кто нашему образу подражает что ради то где-то да мне тоже неохота вставать неохота мы в 3.17 как в 4.40 все поднимаются а я в 3.17 минут я уже сижу здесь за столом разобрать почту ни одного письма не оставить неотвеченным я не могу у меня колени движутся наоборот стараюсь сходить палочку в руки не беру я могу показать как я хожу ну да впечатляет вот и мой скажите никогда есть такой национальный культ в Японии канзио называется у меня есть стихотворение могу найти и скинуть там день и ночь канзио куют вот у нас как если ведут к саботологу ой ой не дался ой ой у них не так она его привела ну тоже хлыкает она саке а где твоя канзио мне не больно все делайте он японец харакири их воспитывают у меня в лагере вот такой же порядок был идем а там щебень наступ ну щебень это не гальки щебень босиком гляжу с ягод идем идет и старается незаметно что было спросим что делать козекую утром утром кто не поднимается кружкой воды его в лагере в детском 5 подъем в 4.40 обслуга чтобы обслугу никогда не видели в туалете авторитет держите интересно ну я бессменный директор сам основал детский лагерь православный в советское время это единственный лагерь был и я его директор 45 лет 45 лет тысячи детей ни одной аварии нету каждый день до 6 раз купаются всякие травы собираем ягоды соревнования устраивают там играет в теннис городки лазить в тарзанка и все это бесплатно все без помощи государства знаешь как интересно это моя биография я гляжу тут улыбаются люди которые у меня были в лагере это же так интересно ну а как ну никак вот я ложусь допустим все у них так обойдусь без одеяла сверху лег и все на середине ночи бывает прохладно проснулся теперь надо помолиться стопоклонную молитву обязательно больных немощных путешествующих за президента за патриарха за всех надо помолиться если ночью не молился я не могу сказать когда это было ну укоры себе я днем буду тогда более осторожен но как бывает бывает едва до постели достигаю я привык работать и на улице и все сейчас вот завожу там убираю во дворе готовим дом тут поднимать домкратами один угол советов много но по делу до конца никто не знает потому что у нас бревна сгнили без фундамента и они ниже уровня земли как сделать сделаем начнем работать тут 3 июня просим молиться завтра с Любовью Николаевной мы пойдем там где все регистрируют вот потому что там где наша община зарегистрирована там барак был его снесли теперь что провели собрание мы провели сегодня собрание все как положено уже записали теперь надо завизировать и постепенно все это а то это рядом строительство идет большие дома могут нас сдвинуть с места отнимают но думают что меня не тронут спокойно а почему это единственный дом мой в котором я нахожусь единственный дом за годы советской власти заключенному репрессировано политзаключенному у меня брали то не по ГГБ а МГБ Московское КГБ дало указание меня убрать МГБ и это меня спасало там плюс к тому и вот теперь которые не могли с чем рассчитаться недвижимостью теперь как все это сохранить чтобы показать что тут лучший мэр города в городе нашем лучший мэр Российской Федерации я тогда кажу зарядить я говорил да Баварин Владимир Николаевич узнайте кто он это все должен предложить сегодняшнему руководству и сказать это охраняется государством мне государство заплатило за годы мои за все что пришлось перенести вот так мир вам а вот в 17 веке школу от церкви отсоединили это неправильно да что в 17 веке не понял в 17 году школу от церкви отсоединили это уже неправильно школу от церкви переводчик Толмач есть кто-нибудь переведите еще она говорит а сестра спрашивает в 1917 году школу отсоединили от церкви это правильно сделали или нет понимаете эти вопросы если сказать если идеально то и другое то неправильно а так как ничему это доброму не приводило неправильно надо говорить что если там бы было свидетельство проповедь то все это правильно хоть где а когда просто так да в этот урок балуются и молитвы не любят и в храм не ходят а по полфигу показывают не надо вот это два варианта ну надо практику смотреть если есть практика вот мы когда ездили по государствам Европы вот только у нас попало в поле нашей деятельности 650 библиотек вот прикинь себе 650 и когда мы ходили на восток у нас ежедневный проезд был 1030 километров подъем в 2 часа ночи отбой отбой в 10 вечера в потемках в 2 часа мы уже двигаемся в пути мне дается 15 минут меня никто не знает дорогой вот мы в Хабар заезжаем я теперь должен за 15 минут вызвать доверие к себе к своим книгам 38 томов вот это практика и таких мест было 650 не считая дорогой встречи проповеди сидеть будешь ничего не будет а у нас не выскажешь какие были происшествия что было мы частично только снимали я могу называть моменты когда вот мы остановились там это было из Швеции портовый город но там на втором этаже дают подключиться и можешь я подключился гляжу Великобритания англичане стоят с детьми дети там боженьки лет 10 и крестятся руками и молятся господи благослови Игнатия и всего друзьями баптисты вы покажите еще где это было они боятся бог не требует служения рук человеческих не требует служения еще нос подтираешь вот какое дело это настолько удивительно было почему господь все бог делает завтра если идти куда-то нотариальная контора на бога надеемся так у них такое начальство наше выше и как я прошу помолиться что бог умягчил сердца всех чтобы это место неприкасаемо было где вот я сижу здесь один дом две квартиры а другой храм я думал дадут квадратов 100 а получилось дали 260 квадратов квадратных метров а это уже что-то слушаю дальше никого нет больше Александр молчат видимо иссякли у них все вопросы ко мне приезжают иногда мы вопросов столько прислали только сели один вопрос а говорит остальное мы теперь уже знаем а как так не знаю как одна у нас девушка после когда стала членом нашей общины она говорит я замучился у кришнаитов было там везде ну и везде это и вот услышала как двое в автобусе разговаривают может слышать этот рассказ и одна женщина сошла плотно говорит я тогда пробралась и говорит вы говорили там учит а где это учит технический университет а когда вторник пятница в 16.00 она пришла у нее вопросы были и она только я говорит зашла помню вы говорили о втором пришествии Христа на меня взглянули а напротив меня я же стою за каплеры там как подиум такой университет аудитория 410 корпус женщина встала и ушла на задний стол парта а я на это место села вы на меня посмотрели и стали отвечать мои вопросы 7 вопросов в том порядке в котором они у меня записаны были как вы могли знать пустили молву что я долго научился в Индии в Египте а я не был там это Бог делает 7 вопросов в том порядке в котором они у нее записаны были вот как это я прекратил говорить о втором пришествии от маленькой погодя муж с женой разводятся и видят на столбе надпись она прочитала говорит давай зайдем зайдем они только взошли а они разговаривали о расставании как ее Светлана звать а он Юрий мы как только вошли и мы сразу стали говорить как плохо когда разводятся как вы знали что мы разводимся я и по сей день говорю не знаю ну как же вы прямо говорили на нас глядели и говорили мы в ней не развелись а почему проходит неделя и мужа убили у Богра по другому все у меня у деда мамины братовья три брата Макарий Филарет Эммануил какие имена это были не Владимир Александр ему говорили дед Чунар Егор Илларионович дед мой мамин отец а в рот то не берут спиртного как ты детей своих будешь женить сыновья то выросли богатыри какие как ты их женить будешь когда выпивать не выпиваешь она вот она война их всех забрали ни один не вернулся война женила видишь как не торопись то что от нас не зависит во власти божии вот так у меня очень богатая биография я начну рассказывать ты не дождешься конца и везде все интересно и все необычное необычное совершенно вот я в тюрьме 18 лет содействовал СИЗО 3700 сидельцев ну и там есть приговоренные к расстрелу еще расстрел был начальник говорит пока я здесь РОР режимно-оперативный работник самый страшный начальник вы туда ногой не ступите это внизу я пошел прокурору края генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович а мы близкие близкие отношения и он говорит еще завтра зайдете я приезжаю и он там около кольца стоит и говорит двери открыты идите ну я там нашел Маслищ Маслищ был такой он людей убивал и внутренности съедал и даже который с товарищем сидел и тот говорит вот это вот и зря убил он ночью его задушил ручку отточил а пол скрыл грудную клетку в кружке сварил его там печень еще съел Маслищ фамилия-то такая лакомая вот так не пройдешь прошел а что не имей говорит что друзей а вот у Хрущева да был зять главный редактор известия от жубей кто знает и пословица вошло не имей 100 рубля а имей тесте как от жубей да ну что никого нет молиться наверное надо да назначайте тогда Игнат Тихонович хорошо о вылетел я вылетел ну-ка на меня выйдите кто нет вы с нами вы с нами мы вас слышим Игнат Тихонович у меня как-то куда-то вылетело я сейчас не могу туда зайти ну-ка подождите ага вот задел тут мыши мышеловка так Анатолий Семенов есть нету на месте здесь здесь помолятся пропоют там Христос Воскресе вы помолитесь краткой молитвой своими словами воздайте славу и насущной нераздельной троице в конце и громко скажите аминь и кто согласен с Анатолием не говорите аминь молитва делается вашей во славу Божию во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь ангел вопияж и благодать нечистая дева радуйся и по кирику радуйся твой сын воскресе тридневе над гроба и мертвые воздвигнувые люди веселитесь святись асвятись а новой Иерусалиме слава Бога Господня на тебе воссия ликуй ныне веселись сионе ты же чистая красуйся Богородице о восстании Рождества Твоего Господи Иисус Христос милосердный мой Господь благодарю Тебя за то что даешь мне с любовью для спасения моего за каждый прожитый день за все радости огорчения и скорби за то что услышал молитву и даруешь мне понимание истинной веры Господи благодарю тебя за духовных наставников за то что привел меня в это интернет содружество Господи молю тебя укрепи нас преодолеть все искушения не роптать и искать прежде всего царствие твоего небесного славы отцу и сыну и святому духу и ныне и всегда и во веки веков аминь 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 спаси Христос воистину Воистину воскресе!